Каждый день в мире происходят сотни новых невероятных и уникальных моментов. Мы же все это хотим запечатлеть и посмотреть вместе с вами, нашими зрителями. Так давайте же скорее приступать к просмотру. Но перед этим прошу подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. А теперь начинаем. Сразу и не разглядеть, что оказывается там есть человек, который спилил этот огромный ствол дерева. Просто магическая бита, не иначе. Невероятный расчет, так что мяч полетел вверх и назад. Эта ламборгини оказалась в сантиметре от дорогущего ремонта. Когда ну очень не хочется ехать в объезд. Можем с вами наблюдать профессиональное управляемое падение от мастера своего дела. Новичкам везет, теперь он, возможно, полюбит баскетбол. Опытный рыбак даже не дрогнул ни на секунду. Это могло быть самое медлительное падение на льду. Но не сегодня, видимо. Везение 80-го левела у этого мальца. Только меня удивляет, с каким спокойствием они снимают этого гиганта, который бежит на них, раскрыв пасть. Видимо, тело этого парня находится в идеальном балансе даже во сне. Невозмутимость и минимум движений. Эта девушка, наверное, очень крутая. Я всегда хотел увидеть, когда такое происходит рано или поздно. Реакция и ловкость этого джентльмена за гранью понимания. Ох уж эти дамы. Она даже не поняла, какая трагедия чуть не произошла. Не так важно, как, главное, что результат был достигнут. Стоит смотреть всегда по сторонам, даже проезжая по лесу. Иначе внезапный олень собьет вас с ног. Если это не монтаж, то у игрока нереальная реакция. Хорошо, что машину не задело. Потому что был бы огромный скандал. Владелец этого авто наверняка сначала сильно расстроился, а потом, присмотревшись, еще сильнее обрадовался. Похоже, что этот пилот в последний момент потянул штурвал на себя. Сколько ни тренируйся, нарочно еще раз так не получится. Ее бойфренд наверняка сделал правильный выбор. Никто не мог предугадать такой маневр. Я поначалу даже думал, что такое вообще не сработает. Хотите удивить своей игрой в бильярд? Играйте сразу на два стола. Поначалу выглядят пугающе. Но в итоге это просто рыба, которая сама запрыгнула в лодку. Вот так разминулись. А трехколесный байк показал высший пилотаж. Вы всегда можете словить большую рыбу и получить бонусом еще одну поменьше. Для таких везунчиков вообще не бывает неприятных ситуаций. Все казалось довольно просто. Но иногда лучше дважды подумать перед тем, как сделать следующий шаг. Оператору удалось заснять невероятно близко дрифтинг этих авто. Он даже почти лишился своей камеры. Я впервые вижу, как мяч пролетает между ног сразу троих футболистов. Этот вендинг-автомат выдал сразу шесть пачек по цене одной. Крайне необычный бросок. Да еще и какой удачный. Чуть выше, и он бы корчился от худшей боли для мужчины. Вряд ли он так задумывал выйти на берег. Но вышло крайне эпично. Молодой человек так был удивлен своей реакцией, что даже подумал, что он теперь человек-паук. Это просто нескончаемая череда забавных неудач. Мужчина не зря ходил на балет или куда-то еще. Пригодилась вот. Судьи сильно испугали за лицо спортсменки. Она была так близко к травме. Эта девушка явно умеет играть в футбол. Красиво проучила неряху. Его благословил сам Посейдон. Как еще объяснить такое двойное везение? Неудачное сальто назад совсем не значит, что парень не крут. Певец ловил случайный стаканчик и выпил так, как будто ничего странного не произошло. Этот рабочий даже сам удивился. Видимо, такое практически никогда не случается. Молния ударяет буквально в считанных шагах от человека. Интересно, мог ли зонтик как-то отклонить молнию? Интересно, что происходит в неудачной дубле. Тот момент, когда твой приятель тот еще пранкер. Но тебе это нипочем. Ведь у тебя слишком прокачано везение. Действительно ли оно стоило такого количества попыток? Кажется, это супергерой. А этот зонтик работает так же, как щит Кэпа. Он даже не смотрел. И все равно точно попал. Безусловно, ветеран игры в джангу. Этой девушке очень хотелось разрезать каплю в полете в слоумо. Я пересмотрел уже несколько раз и так и не понял, когда он успевает сложить кубик. Когда я моргаю? Через несколько секунд мы увидим, как дерево стояло до того, как его вырвало с корнем. Вот это слаженная работа. Так кто же больше испугался? Мужчина или медведь? Слишком большая плотность скейтбордистов на один квадратный метр. Большой снежный ком чуть не сбил велосипедиста. Видно испуг на его лице. Можий контроль Видно. Субтитры сделал DimaTorzok